Перед тем, как я включила камеру, Лёша такой «Боже, ты в этом зеркале начнёшь влог снимать?» Я такая «Да, мне без разницы». В общем, я была сегодня на тренировочке по Хиллз. До этого я сегодня делала работу свою домашнюю, пыталась, по крайней мере, сделать по курсу. Дела несколько фотографий по техникам. Ну, не знаю, вроде что-то получилось, что-то не получилось. Но мне было интересно, процесс меня увлекал, и я на это потратила много времени. А потом работала, знаете, где просто приходилось работать, чтобы нагнать свой план. Потому что совместить всё действительно тяжело, но как-то пока совмещается. И вот мы после моей тренировки встретились, приехали вообще-то в Ашан полазить, но так как у нас тревога, в Ашан пока не попадёшь. И мы нашли просто бродить в эпицентр, потому что он не закрывается. Я думаю, Ашан и закрывается по одной из тех причин, потому что они во время тревоги не работают, соответственно, продукция вся не продаётся, оборота нормального нет, и они поняли, что лучше они просто закроются, и всё. И там мне говорили большие скидки, поэтому хочется там полазить. Какие-то такие прикольные свечки нашла в этом эпицентре. Ну, такие приличные, знаете. Теперь их красивые. Да, нашла. Они прям действительно были перед носом. Вот такие. Они неплохо пахнут. Я вот тут выбираю между Жасмин, Геранию, Муфу, Пачули, Амбр, Тоника. Тоник? Тонко, Бабы тонко, наверное. Что их делать вообще? Непонятно. На самом деле, Лёша правильно сказал, что там дальше ещё больше свечей и ещё дорога. Действительно, ассортимент пополнился. Кедр написано. Прям коралл. Кедр, да. Он нарисован и написан. Это, наверное, польская свеча. И ту, что я нюхала, тоже была польская. Вот. Ну, некоторые настолько вонючие. Сон морская. Сон морская. Соль личная. А что это? На них. Это натуральный воск, бузок. Бузок. Сирень. Вот бузок. А то? А это ваниль. О, сирень. Я вообще не слышу. Кажется, я перенюхала. Ты что, сирень, сирень? Сирень, сирень. Вкусы залез сиреней. Лёша такой, ой, правда, здесь пустые полки. Ну, не везде, но много где. И говорит, вообще не жалко. А я так подумала, оно вроде бы не жалко. А с другой стороны, сколько лет мы сюда приезжали, да, покупали что-то именно в Ашане. Именно здесь мы могли что-то найти. И сейчас здесь, да, действительно очень много людей. И стояло огромное количество людей и ждали от Белотребоги, потому что знаю, что это за скидки, всё распродаётся. И вот посмотрим, действительно ли есть вообще тут что-то стоящее. Ребят, хоть и бинтин, не поверю, что люди вынесли книжные прилавки. Я думаю, что это сам магазин увёз. Да, что канцелярию здесь вынесли. И вообще, судя по скидкам, не особые скидки. Типа на много товаров никаких скидок нет. На другие просто... Вот цена, всё по 40. Так оно и стоит, наверное, всё по 40. Нет, что это. Приезжали, показывали, что идут и скидки, и показывали новогодние эти. Кто это показывал? А где-то я видел. А, я даже не видела, они просто говорили. Они показывали новогодние товары. Естественно, новогодние товары будут скидки. А не априори по скидке. После новогодней. На породотни пересли. Ну, такое. Тревога, ребяточки. Тревога. Как всегда. Тут рядом с Сашаном и с эпицентром относительно. Есть кофейня, Капс называется, или The Cap. Она нам очень нравится, Слёша. Мы тут не часто, но здесь очень уютно, спокойно. Здесь хорошие вкусные десерты, хорошая кофейная карта. И я тут как-то пробовала солёный киш. Мы сейчас будем с Лёшей так ужинать. Ну, просто рядом ничего-то другого нет, кроме пельменной какой-то. Мы какие-то рядом стояли, ну, такие сомнительные люди. Мы решили, что нет, сюда мы точно не пойдём. Поэтому едим по пирогу. У меня здесь жульен, а у Лёши киш с курицей и брокколи, по-моему. Раф и капучино. А, со шпинатом. Вот такой со шпинатом я ела как-то здесь в канун Нового года или после. Помните, мы здесь с вами были. Хорошее место такое. Мне оно нравится. Спокойное, комфортное. Ребята, как вам этот гриб? Короче, этот столик я видела кофейный на сайте Увеска. Но у него не было в наличии. Я тут, смотрю, позавозили новые товары и завезли этот столик. Он очень тяжёлый. Да, Лёш? Тяжеловатый, да? И он выглядит, интересно, он похож на какой-то, будто бы, там, мрамор на бетон, я не знаю, как это называть. Но выглядит он в жизни дороже, чем вот эти все табуретки деревянные. Ну, если тебе не нравится, то я не хочу, что это будет помоя. Он разобьётся, типа, он как керамический. Он тяжелее. А, плюс ещё один поломанный палец, типа, ты имеешь в виду. Но он, во-первых, мне нравится по высоте. Он мне нравится тем, что он круглый. И цвет у него такой непротивный. Он даже... Стоит в той же цене застался. Да, я уже говорила, да, что это кресло по цене такое. Напишите, пожалуйста, как вам. А мы пока будем... Ну, мне он нравится, знаешь, у меня столько смущает, у меня единственное. Это его ширина вот этой вот ножки. Но без этой ножки он и не будет, в принципе, таким. Потому что всё остальное, смотрите, ребят, стоит какая-то вот эта дребедель. Вот это... А это просто табуретки. Ну, кофейных столиков у нас красивых таких, чтобы посмотреть и подобрать, нет. Вот этот интересный. Он сейчас стоит 1750. А ещё покупаю свечку вот эту. Мне её как-то девочка с работы дарила. Карина эту свечку очень любит часто покупать. Она реально прикольная. Она симпатично выглядит в этом стекле. 90 гривен, по-моему, стоит. Смотрю, любуюсь. Внафом, сельфом, боже, можно практически всё найти. Может быть, не всегда. Но, посмотрите, гигантские грибы, кабачки, какой-то интересный маленький перчик, разноцветные томатики, колубика, папайя. Блин, по сути, есть всё. Вот такие грибы интересные. Так хочу попробовать. Но я понятия не имею, как вы готовите, какие они по этому. Пока не рискую. Друзья, будет сейчас обзор покупочек. Давно что-то у нас не было. Давно что-то не было. Значит так. Здесь у нас хлеб гречаный. Очень-очень вкусный хлеб и сельфовый. Рекомендую. Тут я покупала овощи на собу. Будет у нас лапша. Поэтому перец. Вот такая лапша. Это, по-моему, пшеничная. Морковка вообще лежала мытая по скидке. Я такая, думаю, нормально пойдёт для блюда. Идеально. Это яблочки Лёша брал какие-то, выбирал. Потом кабачок один взяла для собы. Это молоко. По поводу молока я не могу достать. Хочу сказать, что не берите премию. Это жесть. Премия в сельфо это порошок. Проверено не единожды и не одним человеком. Это Лёша рыбу взял. Часто берёт. Тут именно на вес лосось. Там в отдельном магазине брали кунжут. Это опять же для лапши. Потом в фруктовом отделе я взяла вот эту дыню. Не знаю, как она будет. Скорее всего, она будет безвкусная. Но она лежала последняя нареженная. Я подумала, а вдруг она будет вкусная. Поэтому взяла. Потом ещё вот такие классные помидоры. Они были со скидкой. Черрики. Но меня прям зацепили. Потому что, мне кажется, они будут вкуснее обычных вот этих резиновых, в которых даже нет запаха помидор. И они такие яркие, интересные. Их просто помыл, кинул в салат или к завтраку. И есть такую еду приятнее. Мне кажется, она же полезнее. Ещё перец. Это просто так. Нет блюда. Яйца. Очень надеюсь, что они будут без двойного желтка. Вот эти двойные желтки были во всех яйцах из АТБ, которые мы купили. Это было не очень приятно для меня. Зелень. Мне вообще-то нужен был только зелёный лук на лапшу. Но отдельно его не было. Это в отдельном магазине мы купили сушёный манго без сахара. Это вообще вещь. Очень-очень вкусно. Обожать. Обожать. В том же фруктовом отделе лежала папайя. Вот такая со скидочкой. Очень захотелось её взять, потому что она прям спелая-спелая. Очень мягкая. А спелая папайя – это наслаждение. Лаваш круглый. Когда-то я вам его показывала и рекомендую снова. Это очень прикольная вещь для завтраков или мини-роллов. Их тут 10 штук. Прикольная упаковка, которая защелкивается вакуумно. То есть лаваш можно хранить, чтобы он не высыхал в этой же упаковке. Прямо обратите внимание. Зелень взяли. Ещё здесь мой любимый йогурт турецкий, который я кутынский. Мой любимый творог. Мими-милк, я уже говорила, да, что это мой самый любимый творог из всех. Ещё помидоры, Лёша, взять. Луковичка. И бананы. Ну, Лёша ест вот эти бананы. Я, по возможности, ем маленькие. Они у меня сейчас есть. Мини-бананы. Причём Лёша говорит, что он недавно попробовал мини-бананы. Сказал, фу, как ты это ешь? Вот представьте. А мне нравится. Очень прикольные бананчики. У них интересный вкус, необычный. Они даже по цвету отличаются. Ну, о вкусах не спорят. Конечно же, я не могла не сказать о том, что сегодня, к огромному сожалению, очень печальная и страшная годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. И, знаете, я сегодня в Инстаграм нигде ничего так не постила, потому что я понимаю, что мы в этом живём. Мы всё знаем про эту войну. Каждый переживает её по-своему. Каждый стрессует по-своему. И я из тех людей, которые не хотят лишний раз давить и погружать нас в эту тяжёлую реальность. Поэтому долго рассусоливать я не хочу. Я просто хотела сказать, что я, как и все, очень надеюсь на нашу скорую победу, на то, что эта страшная война закончится как можно скорее. И все мы вернёмся к нормальной мирной жизни, которая была до. Вот. Поэтому давайте надеяться вместе как-то и справляться с этим дальше. Спасибо за то, что смотрели это видео. Берегите себя обязательно. Никогда не теряйте надежды. Вот. И буду рада видеть вас в Инстаграм. Можете мне там писать. Постараюсь поскорее всем ответить. Всё. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok